я вам рассказал и показал дыхание постельниковой подробнее конечно все описано в моих книгах ну и вот я читаю различные отзывы насчет дыхания что вот дыхание по бутылкам все ясно и понятно накапливать углекислоту и дальше уже пошло расслабление там насыщение кислородом все ясно понятно а вот дыхание стрельниковой как-то не ясно тут говорят надо растягивать дыхание задерживать дыхание а здесь получается что человек дышит быстро как-то какое-то противоречие вот как как бы это понимать понимать можно все очень просто но для этого надо так сказать внимательно к себе присмотреться смотрите вот вообще по большому счету возьмем вот она голова здесь у нас в основном находятся планы сенсорные органы зрение слух обоняние вкус но осязание у нас там по всему тела то есть то есть вот это вот часть под названием голова она предназначена для процессов управления человеческим организмом далее у нас идет грудная грудная клетка но было туловище туловище смотрите туловище это уже как бы сказать система жизнеобеспечения то есть за если голова управления то туловище это система жизнеобеспечения того чтобы там видим чувствуем и так далее это все надо обеспечить жизнью наконец-таки конечности это у нас средства для передвижения этой системы разницу почувствовали далее туловище берем опять таки она подразделяется на два отдела это отделы ограниченные диафрагмы значит здесь у нас идет сердце легкие то есть больше как бы сказать система которая обеспечивает тут как бы двояко и энергию и распределение крови а дальше идет вот желудок кишечник система до печенка все это сезонка это все способствует тому что обеспечивает обновление организма то есть это наше можно сказать питание сенсорика энергетика питание и конечности передвижения так вот когда мы с вами дышим дыхание это не просто какую-то она одну функцию выполняет а именно там допустим дает в организм там кислород вот 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 всем ясно и понятно насчет кислорода и углекислоты но через ноздри именно вот здесь вот она почему она сразу бы не сюда не шло шло бы сюда да и хрен с ним здесь она обеспечивает смотрите это обоняние информацию об окружающем пространстве через обоняние и плюс у нас вот эти два хода дыхательных нюхательных уходит прямо в центр головы если посмотреть и потом они так так раз и пошли значит уже дальше через шею туловище вот здесь происходит съем энергетики и для того чтобы снять энергетику именно в чистом виде энергетику не кислород который нужен для дыхания наших там тканей не там углекислота который там выводится а именно энергетику нужны как бы сказать как можно больше прогнать воздуха через вот эту вот область и для того чтобы естественно не задохнуться вот когда мы тянем воздух в легкие получается что от переизбытка нашего дыхания вот это вот лёгочного у нас начинается головокружение и куча дышать надо вот этой частью воздух гоняется вот здесь он особо не не поступает в легкие он колеблется именно вот здесь вот эту разницу мать и различать что для чего делается мать моль маль м м м м м Продолжение следует...